В российских регионах вводят новые ограничительные меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. В Нижегородской области в УЗМ и ПТУ рекомендовали перейти на дистанционный формат. В удаленном режиме придется работать с тем, кто еще не сделал прививку от коронавируса и занят в сферах, где риск заразиться высок. Мы спросили у саровчан, какие меры против коронавируса, по их мнению, самые эффективные. Какие меры против коронавируса, по вашему мнению, самые эффективные? Ну, знаю. Все. Все. Самые эффективные. Чего надо нужно? И соблюдать, и гиену, и маски, и руки мыть, и все делать. Как и положено. Вакцинация. Наверное, прививки все равно уменьшат степень заболеваемости. Обязательно не надо сделать прививку. Без прививки мы пропадем. Как все говорят. Маски носить, расстояние, дистанцию соблюдать. Ну, наверное, для кого-то прививки, вакцинирование. Ну, наверное, так. Личная гигиена. Тоже, как бы, руки мыть. Ну, как, чему нас учили? Вообще, это профилактика. Прежде всего, профилактика здоровья. Заниматься спортом побольше. Наверное, надо, я так это думаю. Поменьше, наверное, быть среди толпы людей, да, чтобы не заразиться. Наверное, так. Ну, соответственно, смерть защиты. Не болеть. Лучше не болеть. Конечно, вакцинация. Но я переболела, пока не вакцинировалась. Ну, конечно, не маска. Маска вредная. Прививка тоже, не знаю, насколько эффективная, потому что, вот, кто привились, тоже все заболели. Я считаю, что ни маска, ни вакцинация. Может быть, для кого-нибудь прививка в масочный режим. Прививка под вопросом. Прививочные аппараты не до конца исследованы, как говорят многие. Я думаю, что наука разберется, и года через два-три будет та прививка, которая на самом деле нужна. Ну, прививка. Что еще? И меры защиты. Маски, рукавички. Все. Это прививка. И себя защищать. В первую очередь маска, перчаточки, если по мере возможно. И обработка антибактериальными средствами. По мнению большинства опрошенных, самый эффективный способ борьбы с коронавирусом – это вакцинация. Также граждане считают, что важно соблюдать масочный режим, безопасную дистанцию и следить за своим здоровьем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова